Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья». С вами Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Наталья Фёдоровна Уральского, заведующая кардиологическим отделением филиала номер 3, 3-го Центрального военно-клинического госпиталя имени Вишневского. Здравствуйте, Наталья Фёдоровна! Здравствуйте, Мария! И тема нашей сегодняшней программы – постковидный синдром. Итак, Наталья Фёдоровна, давайте разбираться подробно, что это такое? Постковидный синдром – это новое понятие. Внедрено оно в декабре 2020 года и принято на вооружение врачами всего мира. Наблюдая ту клиническую картину, которая развивается при заболевании, определено, что эти симптомы могут действительно пролонгироваться уже и после острой фазы этого заболевания. Всё это определено, конечно, тем самым врагом, вирусом семейства коронавирусных. У него есть определенный, скажем, механизм вхождения в организм. Он встречается с рецептором ангиотензин, превращающего фермента-2, который расположен на очень многих клетках в нашем организме. И первоначально было мнение, что это прежде всего поражение органов дыхания, пищеварительного тракта. Но в дальнейшем оказалось, что этот вирус повреждает весь организм. И ни при чем он не останавливается. И несмотря на то, что медики выявили столько много полезных данных о возможностях лечения этого заболевания, всё-таки статистика неутешительна. Есть безвозвратные потери, и сейчас много онлайн информации, которая оповещает гибель людей во всём мире. И цифра впечатляющая. Это 2 миллиона 900 тысяч человек. А всего заболело 133 миллиона человек. Поэтому есть ещё над чем работать в будущем. Вирус действительно оказался очень патогенным, очень катагиозным. И мы узнаем об этом не только из средств массовой информации. Мы узнаем это из нашей жизни. Так как многие приболели сами. У кого-то знакомые погибли, к сожалению. Оказалось, что этот вирус не только сам оказывает повреждающие действия на организм, но и способы его лечения, они тоже агрессивны. Если заболевание приобретает тяжёлое течение. За последний год заболевание, которое мы знаем, оно манифестировало в начале прошлого года, выяснено, что есть факторы риска тяжёлого течения заболевания. То есть, в общем-то, тех самых ситуаций, при которых пролонгируются симптомы. Это пожилой возраст. Это пациенты, у которых есть ожирение, то есть повышенная масса тела, излишняя. Это пациенты, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. И прежде всего, артериальная гипертензия, сердечная недостаточность. Ну и, конечно, сахарный диабет. Об этом мы говорили неоднократно, что это факторы риска сердечно-сосудистых осложнений. То есть, тех осложнений, которые приводят к летальному исходу и в обычной мирной жизни. Но сейчас, в период так называемых военных действий, эти заболевания ещё более прогрессируют и являются, скажем так, причиной летального исхода вот такого большого количества людей. Но всё-таки сохраняется возможность появления новых методов лечения, и они оказывают своё положительное действие. Ну, не только лечение. Конечно же, профилактика, которую мы неоднократно слышим, и она не заключается не просто в ношении маски, дистанционного общения людей. Совершенно верно, это активная специфическая профилактика. Выработка иммунитета. Да, иммунитет у нас есть естественный и искусственный. Так вот, этот искусственный иммунитет, коллективный, он всё-таки начинает появляться. И всё-таки, скажем так, отдадим должное, заслуги тем научным деятелям, тем врачам практической медицины, которые своими усилиями спасают людей, применяя новые методы лечения. А, повторимся, не только сам вирус агрессивен, методы лечения тоже непросты. И если человек страдает заболеваниями, повторимся, сердечно-сосудистой системы, имеет сахарный диабет, он взрослый, то есть у него полиморбидный спектр заболеваний, то это лечение становится очень агрессивным. Препараты, такие как глюкокортикостероиды, мы знаем, что у них самих много побочных действий. То есть они, опять же, будут пролонгировать течение заболевания и плохого самочувствия пациента. Но в то же время они признаны базовым препаратом для лечения коронавирусной инфекции. Антикоагулянты, без них вообще невозможно, так как вирус запускает каскад тромбовоскулита, в общем-то, главного патогенетического механизма, повреждающего все органы системы. И если мы говорили вначале о том, что это лёгкий и желудочно-кишечный тракт, мы искали эти симптомы у людей заболевших, то сейчас доказали, что возникает некротизирующий энцефалит, возникают инсульты, возникают миокардиты, повреждения сердечной системы, манифестируют инфаркты, нарушение ритма сердца. Если посмотреть, то практически все органы и системы подвержены этому заболеванию, вирусу, который как триггер, он и провоцирует, и раскрывает скрытые болезни. Так, например, у многих пациентов, есть среди них, к сожалению, и наши знакомые, которые погибли, были скрытые заболевания. Это тромбофилии, то есть у них была склонность к тромбозам. Этот вирус, несмотря на то, что были применены все методы лечения, к сожалению, оказал губительное действие. Наталья Федоровна, но вот все-таки какие симптомы указывают на то, что у человека развился постковидный синдром? Из определения следует, что пролонгация этих проявлений должна быть до 12 недели, а может быть и доли. Но какие симптомы? Симптомы основного заболевания, поражение центральной нейросистемы. Многие жалуются на выраженную слабость, на мышечную слабость, на снижение памяти, психотические расстройства, депрессии вплоть до суицидальных проявлений, снижение вкусовых ощущений, нарушение обоняния. Причём есть такие пациенты, которые явно чувствуют запах табака, когда нет источника поблизости. И когда мы прислушиваемся к этим жалобам, мы понимаем, что это действительно существует. Потому как и мы тоже это ощущаем, боль в грудной клетке, она необъяснима какими-то заболеваниями. Одышка, нарушения пищеварительные, диарея, которая может быть как следствием поражения пищеварительного тракта, так и, конечно, следствием того количества медикаментов, которые пациентам приходится получать во время лечения. Кожные различные высыпания. Один из самых понятных многим симптомов – это артериальная гипертония. То есть если человек уже страдал этим заболеванием, то вдруг возникает прогрессирование этого заболевания. Оно может, повторимся, возникнуть как во время болезни, так и продолжаться далее, но в очень такой стойкой и злой форме. И это тоже объясняется патогенетическими, скажем так, механизмами воздействия вируса на организм. Поэтому проявлений много. Главное, что параллельно мы не видим никаких альтернативных заболеваний, которые могли бы привести к этим симптомам. И есть связь с перенесенной коронавирусной инфекцией. Наталья Федоровна, что делать человеку, если вот всё, что вы перечислили, только что, у него имеется, куда обращаться, к каким специалистам? И есть ли возможность помочь таким пациентам? Да, хороший вопрос. На самом деле, что делать, вопрос задаёт себе пациент сам, если он организован к этому. Дело в том, что некоторые смахивают на астенические проявления после заболевания и не обращаются к врачам. Это считает, что организм сам восстановится через какое-то время. Но всё-таки это всё тревожные звоночки, лучше не затягивать, а своевременно обращаться к специалистам. Конечно. Не откладывать на потом своё здоровье. И вы знаете, в нашем медицинском учреждении накоплен опыт. Но это практически замкнутый цикл наблюдений за этими пациентами. Когда они поступают с свежей коронавирусной инфекцией, отдельное у нас имеющееся инфекционное отделение, у нас есть возможности диагностики этого заболевания, лабораторные, инструментальные. Это компьютерная томография, конечно. И, конечно, мы видим тех пациентов, которые всё-таки обратились, и мы начинаем их обследовать, осложнения, которые возникают после перенесенной инфекции. Это и нарушение ритма сердца, я уже повторюсь, да, и перикардиты. У нас был пациент, которому выполняли перикардиоцентез. Скажу так, что осень была тяжёлой. Осень была сложной по диагностике, по методам лечения. Но это, в общем-то, такой полезный опыт, и мы рады, что мы смогли помочь людям. И продолжаете помогать. Да, и продолжаем помогать. Тем более вооружённые новыми знаниями. Новым оборудованием, новыми технологиями. Да, совершенно верно. Современными методами лечения. Всё-таки прошёл год с момента начала пандемии в нашей стране. Безусловно, этот год все врачи, всё врачебное сообщество трудилось, не покладая рук. И те результаты мы наблюдаем сегодня. Да. Я вам хочу сказать, что те пациенты, которые у нас лечатся, они всё-таки в большинстве своём, они вылечиваются, да, хочется сказать. Относительно той статистики, которую мы наблюдали во всём мире, в момент начала эпидемии. То есть хорошее излечение, хорошее восстановление – это залог, в общем-то, качественной, социальной дальнейшей жизни человека. А возможности у нас действительно есть. Если говорить о методах лечения этих заболеваний, то они могут быть подразделены на немедикаментозные и медикаментозные. Хотя, честно говоря, конкретных рекомендаций пока не выработано. Но в нашем медицинском учреждении, основываясь на тот опыт, который накоплен и ранее при лечении других заболеваний, в этой ситуации мы, я думаю, что держим высокую марку. Например, взять отделение лечебной физкультуры. Я обратила внимание, как персонифицированно подходит к выбору методик наши сотрудники этого отделения – методисты лечебной физкультуры. Их задача – повысить толерантность к нагрузкам, то есть хорошую переносимость увеличить, улучшить дыхательную емкость. Они подбирают индивидуальные программы. Отделение физиотерапии, которое оснащено хорошим физиотерапическим оборудованием. У нас есть галлокамера. О ней хотелось бы тоже рассказать. Эта история уходит в Древнюю Грецию, когда больных людей помещали в соляные шахты. То есть у нас есть такой прототип практически – соляная пещера, где галлогенератором подаются мельчайшие частицы соли. Доказано, что это полезно. Противоотечный эффект, противовоспалительный. Улучшает исхождение мокроты из бронхиального дерева, если такова и есть. Также у нас есть возможность получить гипербарическую оксигенацию. То есть получить, скажем так, кислород под давлением в барокамере. А так как заболевание, конечно, преимущественно поражает лёгкие, так как входные вороты – это заболевание дыхательный тракт. И мы знаем, что гипоксия – один из явных симптомов одышка. Он возникает и может быть пролонгирован. То, конечно, получить такой метод лечения – это полезно. И я думаю, что очень восстановительно. Ну и, конечно, медикаментозные методы лечения. Здесь хотелось бы слегка сообщить, что буквально вчера завершился конгресс человека лекарства. Он был в режиме онлайн, дистанционно освещен нам, медикам, но был очень познавателен. Где были уделены вниманию главные, скажем, осложнения после коронавирусной инфекции. Это информация для неврологов, потому что последствия постковидные поражения головного мозга проявляются энцефалопатией. Это сообщение для кардиологов. Я хочу, конечно же, еще раз акцентировать, что мы встречались с этими осложнениями. И они действительно очень грозные. И здесь главное, что нужно помнить, что если вы лечите какие-то заболевания сердечно-сосудистой системы, то не нужно прекращать этого делать. Причем очень удивительно, что уделили роль статинам, препарат для снижения холестерина. Мы об этом тоже неоднократно говорили. Сам по себе повышенный холестерин – это фактор сердечно-сосудистого плохого прогноза. Но оказалось, что эти препараты, статины, которые снижают холестерин, обладают неким противовирусным действием. Это для нас была, в общем-то, новая информация. Конечно, были дискуты о приеме или не приеме препаратов от давления. Так как я вот вначале сказала, что вирус попадает в клетки через определенные рецепторы ангиотензин, превращающего в ферменты. И мы сами, врачи, дискутировали, нужно ли продолжать применять таблетки с гипотензинным эффектом, так называемые прилы и сортаны, если эти рецепторы активируют вирус, а препараты также воздействуют на эти рецепторы. Поэтому сейчас уже все кардиологические общества всего мира приняли решение не отменять эти препараты и продолжить принимать. Потому как достижение целевых значений артериального давления – это дополнительный полезный фактор для хорошего прогноза жизни. Прием антикогулянтов тоже. Входит ли он в реабилитационный потенциал лечения этих пациентов? Входит. Так как мы говорили, что это заболевание провоцирует тромбовоскулит. И поражение головного мозга, легких, сердца, почек, кишечника – это не что иное, как микротромбозы. Поэтому прием препаратов, разжижающих кровь, антикогулянтов, должен быть пролонгирован. Но первые сведения были на 10 дней, далее на месяц. Сейчас предлагают полтора-два месяца продолжить прием этих препаратов. Потому как продолжается наблюдение отсроченных осложнений, которые могут возникать после лечения. А если пациент уже страдал заболеванием, требующим приема антикогулянтов, и мы тоже об этом говорили, это самое частое нарушение ритма сердца – фибрилляция предсердий. То в этой ситуации пациенты будут принимать эти же препараты пожизненно. То есть есть такое наблюдение, которое говорит о том, что принимающие ранее антикогулянты легче принесли коронавирусную инфекцию. Хотя это люди пожилого возраста. Сердечная недостаточность, если брать кардиологию, то, конечно, здесь современная корректировка препаратов тоже поможет улучшить качество жизни. Так как мы говорили, что сам коронавирус и лечение его, оно очень агрессивное. И может усугубить течение сердечной недостаточности. В нашем госпитале были установлены случаи, когда на фоне коронавирусной инфекции или буквально после нее через 2-3 недели провоцировался острый коронарный синдром. Благодаря тому, что в госпитале есть отделение, отделение через кожных вмешательств, это интервенционное отделение, пациентов спасали жизнь. То есть разнообразная палитра проявлений, конечно, она нуждается в своевременной диагностике. Ну и если это отсроченные периоды, как мы говорили, это своевременному обращению, хотя бы даже на амбулаторном этапе нужно обратиться к врачам, дабы выполнить банальные контрольные исследования крови, мочи, кардиограмму выполнить амбулаторно. А далее уже вам доктор подскажет, какие более углубленные методики нужны. Спасибо, Наталья Федоровна, за интересную и актуальную информацию. Спасибо, Мария, за представленную возможность. Ну и, конечно, мне хотелось пожелать самое главное всем зрителям – оптимизма. Оптимизма в борьбе с новым заболеванием. Это экзамен. Экзамен, который нужно пройти, если, к сожалению, таковой случился. Хотелось бы завершить цитаты немецкого философа. То, что нас не убивает, делает нас сильнее. Спасибо, Наталья Федоровна. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания.